Это один из самых ярких политиков новой Украины, лидер радикальной партии Олег Лешко. Сегодня бородька! На Майдане Лешко лично раздавал радикалам биты и виллы. Передавать треба долги! Базировал перед телекамерой, на чем свет стоит по носил терпеливых сотрудников Беркута. Я народный депутат Украины! Народный депутат, герой революции, объявляет всеобщую мобилизацию. Кто сказал, что мы не справимся? Кто скажет, что мы не справимся с Россией? Что вы сказали? Я к нам не справимся. Впрочем, украинские военные к призывам Лешко относятся сдержанно. Просят сначала привезти матрасы, а то солдатам спать не на чем. 450 матрасов не достается в нашем горизонте. Не выметились. Репутация у Лешко хуже некуда. В 93-м году был задержан за разворовывание государственного имущества. В 94-м получил 6 лет за мошенничество в особо крупных размерах. Это оперативные съемки 20-летней давности. На допросе начинающий политик рассказывает о своих достижениях. Это была необычная связь, где есть активный и пассивный. Если брать по тем параметрам, то, конечно, я выступал как пассивный. По словам Лешко, влиятельный партнер по имени Борис, напекал его, поддерживал материально и помогал сориентироваться в украинской политике. За это Лешко оказывал своему другу вполне конкретные услуги. В русском гей-сообществе Лешко главная звезда. Вот это вот 10 баллов. Настоящие 10 баллов. В прессе писали, что Лешко, уже будучи депутатом, накачал снотворным и изнасиловал 16-летнего подростка. Но это человек, который дважды сидел в зоне, который имеет сексуальную нетрадиционную ориентацию, настолько грязен, что по нему даже не хотят коллеги сидеть. И данными человек пытается учить нравственности кого-то. Этому человеку, вообще-то, не место в парламенте. Впрочем, сейчас Лешко украинская пресса либо никак, либо только хорошая. Националист, радикал. Сила теперь на его стороне. Слушай, ну я подумал. Я что ты зараз, скотина, мне заткнешься? Ты знаешь, где не будешь сидеть? Минимум 15 рублей. Ты мне не почувствовал? Ты не понял, куда ты попал? Вот Олег Лешко лично руководит операцией по задержанию луганского депутата Арсена Клинчаева, который заявил, что русский язык на Украине должен быть вторым государственным, а Крым имеет право на самоопределение. Сильно, я не подумал. Я не подумал. Я сказал. Может быть, я живым не буду, да ты тоже не пришел. Слушай, ну я не подумал. О, одетьте мне. Ты поверни. Вольти, бей. Бей. Закованного в наручники Арсена Клинчаева вывели на улицу, бросили на асфальт и стали избивать. Лешко бьется в экстазии. Это человек сейчас всячески провоцирует народ Украины. Он оскорбляет, избивает людей, нападает на них. Он из тех, кто вымогал, требовал 100 тысяч гривен за голову Беркутенка, да, который, то есть, ну, фактически он призывал к насилию и к убийствам. Президент Ющенко когда-то показывал три его судимости за мошенничество. И вот этот человек теперь является таким Рубин Гудом Майдана. Рубин Гудом Майдана.